Как убивает капитализм 24 мая инженер ООО «Альфа-сервис» ремонтировал подвеску на АЗС в поселке Гавриловка близ Зержинска Нижегородской области. При этом находился в люльке автовышки. В это время автофургон «Исудзу», приехавший на заправку, двигался задним ходом, а его водитель не заметил автоподъемник с поднятой стрелой и задел ее кузовом. От удара инженер выпал из люльки автовышки на площадку с твердым покрытием, проще говоря, на асфальт или бетон. В результате падения пострадавший получил тяжелые травмы. В этот же день при подъезде к Перми на строительном участке автомобильной дороги произошел несчастный случай с машинистом крана Пермского филиала крупной мостостроительной организации. При демонтаже стрелы крана работник получил несовместимые с жизнью травмы. Вечером 24 марта на Кировском заводе Петербург произошел пожар. Загорелся пресс. Во время пожара пострадал один из рабочих. Отравился смесью дымов. Отравление не тяжелое. Госпитализация не потребовалась. 25 марта в Перми на предприятию по производству и продаже оборудования для строительства трубопроводов 32-летний монтажник получил смертельный удар током. ЧП произошло, когда рабочие разбирали электростанцию. В этот же день на сельскохозяйственном предприятии в Александровском районе Ставропольского края из-за выброса кипятка разрушился дровяной котел, стоящий в складском помещении. Бригадиру, стоявшему рядом, оторвало стопу. 53-летний мужчина был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии. 26 марта в московском районе Ростокино на проспекте Мира около 9 часов утра упал со строящейся эстакады 60-летний рабочий. В этот момент под мостом шел трамвай номер 17. Мужчина упал с 20-метровой высоты на проезжавший трамвай, после чего скатился на встречные пути. К счастью, трамвая там не было. Пострадавший был госпитализирован. В этот же день в Курске на улице Ленина у здания московского торгово-делового центра обрушились строительные леса. В результате пострадал один из рабочих, пожилой мужчина. Госпитализирован. Днем 26 марта на железнодорожном переезде в поселке Новый Каношского района Архангельской области груженный лесовоз КАМАЗ выехал под запрещающий сигнал и врезался в середину движущегося грузового состава. У грузовика от удара свернуло кабину, но водитель отделался минимальными травмами, от госпитализации отказался. Почему мы включили этот случай в хронику травм и смертей? Для того, чтобы вы могли оценить по нашим материалам общее состояние машин, механизмов и оборудования. Такое происшествие вообще могло случиться только в одном случае. На автомобиле не работали тормоза. Увидев поезд, водитель пытался затормозить двигателем. И ему это почти удалось. Скорость КАМАЗа в момент столкновения была минимальной. Итак, состояние производства в России. Машины без тормозов, ломающиеся станки со снятыми защитными кожухами, падающие строительные леса, взрывающиеся отопительные котлы, провода в полуразрушенных цехах, любой из которых может оказаться под напряжением. Это называется разруха. И не в головах, а в реальности. И эта разруха – результат деятельности эффективных частных собственников. Вся эффективность капитализма, как она есть, налицо. И это происходит не только в России. В тынде 26 марта на территории сервисного локомотивного депо в ходе производства сварочных работ произошла детонация паров газа, в результате чего начался пожар и был травмирован сварщик. Пострадавшего с ожогами различной степени тяжести доставили в больницу. В этот же день, 26 марта, на одном из предприятий Перемышельского района Калужской области при работе на картонно-резательной машине работница лишилась пальцев правой руки. Согласно документам, изъятым на предприятии в ходе процессуальной проверки, женщина выполняла несвойственную ей по должности работу. Вечером 26 марта у дома 26 по Петровскому проспекту в Петербурге 35-летний разнорабочий субподрядной организации выполнял облицовку фасада и сорвался вниз. От полученных травм скончался на месте. 27 марта на втором заводе ПАО «Нижникамск» шина рабочему в конвейере зажала ногу. Результат – множественные переломы. 27 марта на территории карьера Рудник Тардан, села Кундустук Каахемского района Республики Тыва около 4 часов дня водитель автосамосвала, находясь на крае отвала, поднял ковш и опрокинулся. Водитель погиб на месте под грудой искореженного металла. В этот же день, 27 марта, в Володарском районе Нижегородской области рабочий, меняя энергосчетчик в поселке Решетиха, получил смертельный удар электрическим током. Утром 27 марта в Азербайджане рабочий погиб в каменном карьере в поселке Киргез, городакского района Баку. 57-летний водитель комбайна, вырезавшего камни-кубики, получил смертельную травму пилой этого же комбайна. Этот день – суббота. Трое погибших. Вспомните об этом, когда в следующий раз мастер предложит вам поработать в субботу. В Екатеринбурге утром 28 марта на улице Владимира Высоцкого номер 3 в автосалоне «Хендай» произошел взрыв. 29-летний сотрудник автосалона резал металлическую бочку из-под моторного масла болгаркой, чтобы сделать из нее бак под мусор. И пары масла, скопившиеся в ней, взорвались от искры. Врачи диагностировали у рабочего открытую черепно-мозговую травму. Ушиб головного мозга, перелом верхней челюсти и рваные раны лица. В этот же день, 27 марта, в Нефтекамске, Башкирия, на территории Пау-Нефас, в корпусе вахтовых цистерн и автобусов, при выполнении работ по демонтажу металлоконструкций, 64-летний слесарь сорвался с высоты около 6 метров. От полученных травм рабочий погиб на месте. Трагедия произошла из-за того, что во время монтажных работ на подъемник, на котором он работал, упал воздуховод вентиляции. Рано утром, 29 марта, в депо, в Уфе, троллейбус прижал своего водителя, женщину, к машине. Несчастный случай произошел, когда водитель перед выездом на линию обходил троллейбус спереди, когда он неожиданно тронулся с места и прижал работницу к соседней машине. С многочисленными травмами и переломами пострадавшую доставили в больницу. Днем 30 марта в Кировском районе Ленинградской области на площадке завода Пелла велись работы по достройке рыболовецкого траулера Скорпион. Спущенное на воду судно накренилось и опрокинулось. В тот момент на траулере находились люди. В результате двое рабочих серьезно пострадали. Их госпитализировали с тяжелыми переломами ребер. Еще двое погибли. 30 марта около 8 часов вечера в полицию Всеволожского района Ленинградской области обратилась 40-летняя жительница Янина. По словам женщины к ней в квартиру приехал мастер для подключения стиральной машины. Ему понадобилось демонтировать розетку. В процессе его ударивало током. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи констатировали смерть мужчины. Погибшему было 51 год. Вечером 30 марта при проведении подрывных работ произошло обрушение в руднике Королевский в Приморском крае. До прибытия спасателей смена в составе 21 человека была выведена на поверхность. В аварийной выработке остался один человек. его обнаружили в ходе проведения поисково-спасательных работ уже без признаков жизни. В этот же день 30 марта при строительстве электростанции на 120 мегаватт монтажник упал с одного из ветрогенераторов чья общая высота 131 метр. С закрытым повреждением таза его доставили в больницу. 31 марта на Яникеевском металлургическом заводе два сотрудника отравились доменным газом. Инцидент произошел в филиале номер 2 во время монтажа коренной задвижки конденсата отводчика номер 16 газоотвода доменного газа. Отравление доменным газом получили слесарь-ремонтник газового цеха и газоспасатель газоспасательной службы. Оба пострадавших были госпитализированы в больницу. В этот же день в Москве на стройплощадке на проспекте Андропова строитель упал в вентиляционную шахту с высоты 25 этажа на уровень 14 этажа доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Днем 31 марта в поселке Стекольный Хасынского района Магаданской области рабочий получил травмы во время работ на заброшенном здании. На его ноги упала бетонная конструкция, которая держалась на арматуре, которую работник, видимо, отрезал болгаркой. Пострадавший был доставлен в больницу с переломом бедра. В Великом Новгороде 31 марта на предприятии промышленные дроссели, которые арендуют помещения на территории бывшего завода ГАРО, произошел взрыв газовоздушной смеси в одном из производственных помещений. Пострадал один рабочий, погибших нет. Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. В Приморском городе Артеме 31 марта с крыши 17-этажной новостройки, расположенной по адресу Интернациональная 73 упал и разбился насмерть молодой рабочий. И в этот же день 31 марта на территории строящегося трубопрокатного цеха Выксунского металлургического завода в Нижнегородской области погиб рабочий подрядной организации. 49-летний монтажник получил смертельные травмы при перемещении грузовым краном металлоконструкции к месту монтажа. К квалификации стропольщика рабочий не имел. Я не знаю, что сказать в заключении этого выпуска. Налицо натуральная разруха и нищета в стране. Нищета гонит человека на любую работу. Он хватается за все и боится отказаться, даже если понимает, что этого он делать не умеет и что это опасно, а разруха убивает. в бою неравном не щадил. За плагой цели кто идет, пусть знает рот его в роту пробьет. Вперед, друзья, вперед, 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 за вперед. Пусть знает рот его завтра вперед. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok